Здравствуйте, Александр Андреевич! Сегодня мы поговорим о вакцинации животных. Расскажите нам подробнее о вакцинации животных и когда необходимо делать первые прививки. Здравствуйте! Вакцинация является одной из главных мер профилактики заразных болезней и животных, и человека. При введении вакцины организм вырабатывает антитела, которые способны нейтрализовать вирусы, бактерии, споры грибов, попавшего в организм. Вакцинировать молодняка необходимо начинать 8-9 недель, поскольку если мама была до родов вакцинирована, то с молоком к ним в организм попадают антитела и до 8 и более недель они там находятся. Поэтому 8-9 недель целесообразно молодняк прививать. Расскажите, какие существуют отличия вакцинации кошек и собак? Отличий принципиальных практически нет. Есть только в наборе вакцин. Так собак не вакцинируют против калицевироза, поскольку они им не болеют. Кошек против калицевироза не вакцинируют. А возраст одинаковый у всех животных. Понятно. А какие вакцины используются в ветеринарных клиниках? Для вакцинации используют моно- и поливалентные вакцины, которые защищают животных от одной или нескольких болезней. По изготовлению различают вакцины из живых ослабленных микроорганизмов, из убитых инфекционных агентов, из продуктов их жизнедеятельности, из фрагментов ДНК, синтезированных химическим или генно-инженерным путем. А скажите, как необходимо выбрать клинику для проведения вакцинации животных? Для проведения вакцинации клинику необходимо выбирать из условий, какие вакцины в клинике имеются. Лучше использовать поливалентные вакцины, когда одной инъекцией можно профилактировать несколько болезней. Также какие условия существуют в клинике для хранения биопрепаратов? Естественно, цены влияют тоже не в последнее значение. И территориальное расположение клиники от дома. Чем ближе к дому клиника, тем лучше. Все понятно. Спасибо, Александр Андреевич, за ваши ответы. Пожалуйста. Пожалуйста.